Добрый день! Меня зовут Сдобникова Елена Михайловна. Я учитель истории, и я хочу сегодня, ребята, помочь вам в освоении учебного материала. Сегодня становится актуальным подготовка к Всероссийской проверочной работе по истории. В рамках требований к уровню подготовки учеников сегодня мы с вами будем работать с текстом, с историческим источником, исторической картой и хронологией. Поэтому я вас попрошу, ребята, обязательно стараться запомнить те даты, о которых мы сегодня будем с вами говорить. Вам может понадобиться сегодня учебник, тетрадь, и очень хотелось бы, чтобы у вас был атлас. Я хочу предложить вам вместе со мной сформулировать тему урока. Я зачитываю вам отрывок из исторического источника, а вы, ребята, думайте, о чем сегодня мы с вами будем говорить. Каких только наказаний не приняли мы от Бога, не пленена ли земля наша, не усеяли ли наши отцы и братья трупами землю, не уведены ли жены и дети наши в плен, а кто оставался в живых, не порабощены ли они на горькую работу от иноплеменных, смирилась величие наше, погибла красота наша, богатство, труд, земля, все достояние иноплеменных. Ребята, скажите, пожалуйста, когда такое могло быть, чтобы наша страна, наша земля потеряла свое величие, погибла красота. О каких событиях мы сегодня будем с вами говорить и вообще могло ли вообще такое быть в действительности? Я очень вас прошу запомнить этот вопрос, мы еще раз к нему вернемся. А я думала, что вы уже, наверное, догадываетесь, мы с вами сегодня будем говорить об Ордынском Иге. Итак, тема нашего урока – Батыева нашествия на Русь. Но прежде чем мы начнем с вами изучать нашу тему, я попросила бы вас запомнить два вот таких вопроса, на которые мы с вами ответим по окончании нашего урока. Почему Русь попала под власть монгольских ханов? И второй вопрос – почему монгольские ханы не смогли покорить Европу? Итак, в начале XIII века образовалось монгольское государство. Монголы завоевали Среднюю Азию, Северный Китай, Северный Кавказ и вышли в степи к Половцам. К сожалению, в 1223 году русские князья на реке Калка потерпели сокрушительное поражение от монгол. А монголы задали с целью завоевать Запад и дойти до самого последнего моря. В 1235 году на Совете монголы решили, что они начнут поход на Запад. И этот поход возглавил Батых. Это был внук Чингисхана. Первый удар, ребята, они нанесли на государство, которое называлось Волжская Булгария. Посмотрите, пожалуйста, на карту и найдите у себя это государство в своих атласах. Это государство, к сожалению, было разгромлено и оно прекратило свое существование. Следующий удар монголы нанесли на наши земли. И первым подверглось нападению Рязанское княжество. Это была Рязань. Рязанский князь неоднократно просил русских князей помочь ему. Однако он не получил помощи, ведь каждый князь думал о том, как защитить свою землю. И Рязань долгих шесть дней защищалась от нападений монголов. И проявляли рязанцы чудеса мужества. Я предлагаю вам сейчас прочитать источник из повести о разорении Рязани и ответить на два вопроса. Как звали рязанского вельможу, который вместе с дружиной выступил против ордынцев? А еще привести предцитаты и примеры, которые бы подтверждали мужество рязанцев. Итак, читаем источник. Некий из вельмож Рязанский по имени Евпатий Калаврат собрал дружину и погнали вслед безбожного царя. И начались сечь без милости, и смешались все полки татарские, и белых Евпати так нещадно, что и мечи притуплялись. Царь же послал Шурина своего на Евпатия, а с ним полки татарские сильные. И стали бить по Евпатию эти полки. И сказали Мурзы царю, мы со многими царями и во многих землях воевали, но таких удальцов-резвецов не видали. Это люди крылатые, они не знают смерти и так крепко и мужественно бьются. Один против тысячи, двое против тьмы, ни один из них не съедет живым с побоища. Итак, ребята, скажите, пожалуйста, как звали этого вельможу? Правильно. Я думаю, что вы правильно ответили. Его звали Евпати Калаврат. А какие примеры мужества мы можем с вами привести из этого текста? Да, я думаю, вы тоже правильно отвечаете. Конечно, они так дрались, что мечи притуплялись. И даже сами монголы признали, что это люди крылатые, что никогда они не видывали, что кто-то им так сопротивлялся. И дрались они до самой смерти. Ни один из них не съезжал с побоища живым. Но, к сожалению, Рязань пала. И полегли все дружинники Евпатия Калаврата. А автор повести о разорении Рязани писал, что от Рязани осталась только земля, дым и пепел. Ну, а монголы двинулись дальше. Они захватили Коломну. Смотрим, ребята, все на карту. Работаем с картой обязательно. Затем они сожгли Москву и опустошили Владимир. В это время погибло много книг, фресок, икон. Но затем монголы нанесли очень большой удар по дружине Юрия Всеволодовича. Это было сражение около реки Сить в 1238 году. Следующий это был город Торжок. И защищался Торжок целых две недели. А затем Батый двинулся к Новгороду. Но, не дойдя буквально сотни верст, он остановился и развернул свои войска на юг. Посмотрите на карту. Видите, какая характерная петля. Вы никогда ее не перепутаете ни с каким другим движением войск. А у меня, ребята, к вам вопрос. Подумайте, скажите, пожалуйста, почему все-таки Батый отказался от завоевания новгородских земель и Новгорода? Правильно, ребята. Я тоже так же думаю, как и вы. Ведь войска Батые поредели, у них уже не хватало провианта. А разведка Батую донесла, что у Новгорода замечательные укрепления и сильное ополчение. И так Батый двинулся далее на юг. И следующий город это был Козельск. В Козельск монголы штурмовали целых семь недель. И от этого они назвали Козельск злым городом. А Батый сказал уничтожить этот город и стереть его с лица земли. И двинулись потом монголы на запад. В течение 1239 и 1240 годов монголы захватили ряд городов, таких как Переославль, Чернигов. И к 1240 году они подошли к Киеву. Нашли, ребятки, все город Киев на своей карте, в своих атласах. И так город Киев. Он оборонялся три месяца. Как это было? Как защищали киевляне свой город? Я предлагаю вам сформулировать основную мысль документа исторического. Пришел Батый к Киеву с большой силой, с многим множеством воинов. Был Батый у города, а воины окружили его. И нельзя было голоса слышать. Скрепение телег его, отрёва множество верблюдов его, ржание статканей его. И была вся земля русская, наполнена воинами. Поставил Батый камнемётные орудия около города. И били они по стенам города день и ночь. И разбили эти стены. И вышли горожане к стенам города. И было видно, как ломались копья. Как разбивались на куски щиты. Стрелы помрачали свет. Горожане были побеждены. Но за одну ночь и за один день геевляне возвели ещё одни стены вокруг церкви Святой Богородицы. И взошли на следующий день татары на эту стену. И стена рухнула под всеми защитниками Киева. А Дмитра, воеводу, киевлян, вывели раненым и не убили. Мужество его ради. Итак, ребята, какая же основная мысль этого документа? А я думаю, что мы можем вместе с вами ответить. Конечно, это документ о том, как киевляне защищали свой любимый город. Защищали таким образом, что даже и церковь рухнула. А Дмитра не убили монголы, признав его мужество. Таким образом, посмотрите, пожалуйста, дети. 1237 год по 1241 год. Это время завоевания Руси ханом Баты. И эти даты мы с вами должны обязательно запомнить. Но позже, уже с 1242 года, хан Баты двинулся завоевывать Европу. И они завоевали и Хорватию, и Чехию. И дошли монголы до самого Адриатического моря. Но затем монголы повернули обратно. И так и не дошли до самого последнего моря на Западе. Вот мы с вами и подошли к тем вопросам, которые мы с вами задали в начале урока. Почему Русь попала под власть монгольских ханов? И почему монгольские ханы не смогли покорить Европу? Итак, как вы, ребята, думаете? Ну что же, давайте ответим на первый вопрос. Русь, конечно, попала под власть монголов, потому что отсутствовало единство русских князей. Это одна из главных причин. Разгробленность была на территории Руси в это время политическая. Не смогли объединиться русские князья и дать отпор врагов. Но и на второй вопрос хочу ответить. Ведь Русь обескровила и измотала завоевателей. И в этом случае я хочу привести вам слова Александра Сергеевича Пушкина. России было определено высокое предназначение. Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы. Варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего Востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией. Да, ребята, и сегодня мы можем с вами сказать Русь спасла Европу. И это правда. Таким образом, с середины XIII века по XV век в истории нашего государства произошли кардинальные изменения. Нападение завоевателей изменило ход истории нашей Родины. Русь действительно попала в политическую и экономическую зависимость от Ордынского ига. Но тем самым спасла Европу. А теперь, ребята, я хотела бы вас спросить. Скажите, пожалуйста, что сегодня мы с вами узнали? О чем мы сегодня с вами говорили? Да, ребята, согласна. В первую очередь мы с вами узнали сегодня о героическом прошлом нашей Родины. о защитниках земли русской. И я хочу теперь вам напомнить те первые слова того источника, о котором мы с вами говорили вначале. Мы действительно потеряли свое величие. Мы действительно потеряли свою красоту. Как вы думаете, дети? Да, дети, вы совершенно правы. Нет, мы ничего не потеряли. Мы сейчас с вами прочитали столько примеров героизма людей, столько примеров мужества и защиты своей Родины. Разве это потеря? Нет. Это не потеря. Это то самое величие. Это как раз проявление того самого духовного богатства в защите своей Родной земли. Ну и еще один момент, который я хотела бы с вами уточнить. Что еще мы сегодня, ребята, узнали? Конечно, мы с вами работали по заданиям, которые есть у нас во Всероссийской проверочной работе. И я надеюсь, что сегодня, изучив исторические документы, все задания ВПР, которые есть, а это работа с источником, с картой, о личностях исторических, теперь не будет носить с вашей стороны формальный характер. А для того, чтобы вы потренировались выполнять эти задания, я хотела бы вам порекомендовать вот такие полезные ссылки. Ссылки на сайт ФИОКО, где расположены темоверсия и описание этой работы. И попробовать свои силы. Я надеюсь, ребята, что у вас все получится и все будет замечательно. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok